Первые сантиметры, друзья. Мы сегодня бурим на такой открытой местности. Это участок под постройку, он вырованен, отсыпан песком. Находимся мы в поселке Прокудино, это Орехозойский район. Хороший крупный водоносный песок. Вот видите, как он высыхает, то есть воду вполне себе хорошо держит и также ее очень хорошо отдает. Это уже водоносный, да? Да, то есть дебет будет классный, хороший, около 2-3 кубов. Но на этот слой обычно роют колодцы, так? То есть это практически вот здесь, если рядом вырыть колодец, то вода будет с одного слоя. Или же в колодце, и как и в Абиссинской скважине у нас будет одинаковая вода. Добавляем шнеки и сейчас будем обсаживаться. Обсаживаться это слово такое профессиональное, то есть опускать трубу, полностью собранную уже колонну, в скважину. Так, ну что, друзья, опускаем обсадную колонну для скважины. Скважину, вот она. Сколько длиной она? 8 метров. 8 метров, ребят. Такая вот длиннючая. Сейчас я отойду подальше, чтобы показать всю вот эту. Опа, вот это да, блин. Вот это да. Так, и поехали. Смотрите, опускаем, друзья, прям руками. Вау. Так, подходим, подходим, подходим. Ой-ой-ой, ой, вот и все. Сейчас немножко еще поддавим. Ну, друзья, пожалуйста, сейчас останется тут сколько? Сантиметров 30, наверное, да? И считай почти на 8 метров. Все, запустили насосную станцию. То есть насос. Насос для прокачки используем простой, обыкновенный, марина. Вот пошла вода, друзья. Подходить не буду. Вот она сейчас такая черная. Сейчас она на глазах будет светлеть. В течение там 2-3 минут. А вот она уже белеет. Давай, давай, без брызг. Ну, где-то здесь, Сергей? Где-то куба 1,5-2, да? А, нет, больше. Больше? А? Больше 2. Больше 2 кубов в час эта скважина дает, друзья. Чем прекрасна абиссинская скважина? Объясняю. Допустим, у вас колодец из бетонных колец. У вас большое потребление воды. Вы поставили насос в колодец, включили его. Где-то через час, через два вода в колодце кончается. И вам придется ожидать, когда колодец это наполнится. Колодец может наполняться в течение нескольких часов, а может наполняться в течение нескольких суток. Так вот, из абиссинской скважины, это по-другому тоже называется абиссинский колодец, кстати. Или скважина игла, это одно и то же. То есть из него можно качать воду вечно. Вот сейчас мы, если оставим вот этот насос, качать воду, он будет качать столько дней, пока не сгорит просто сам насос. Но вода не кончится никогда. Здесь вся деревня мы зальем водой. И насос у нас когда-то все-таки сгорит. Но вода, повторяю, не кончится. Так, ну что, друзья, вот так мы с вами прощаемся. Вот такая водичка, больше двух кубов в час. Всем пока, друзья, берегем себя, не болеем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!